Стивен Кинг Ночной прибой После того, как парень был уже мёртв и в воздухе повис густой запах горелого мяса, мы все снова пошли на пляж. Кори нёс свой старый радиоприёмник. Из тех, что размером с чемодан, и которым батареек нужно... Ну, наверное, штук сорок. Но на нём всё-таки можно было слушать и кассеты. Качество звучания и громкость были, конечно, не ахти какими, но работало вполне сносно. До того, как Кори ввели АС-Х, он был довольно состоятельным человеком. Но с тех пор деньги волновать его перестали. Даже эта старая магнитола была для него только осколком прошлого. Приёмник мог поймать только две радиостанции. Первая портсманская, называлась WKDM, и пичкала своих слушателей исключительно религиозными программами перемешку с новостями. Даже диджеи были у них все какие-то рехнутые. Подборочки у них были приблизительно такие. Перекома, молитва, Джонни Рэйп, салон, Джеймс Дин, восточный Эдем, ну и так далее. Где только откапывали такие. Однажды какой-то идиот запел песенку под названием... Что-то вроде вязания снопов. Мы с Нидлзом просто по земле катались от хохота. Чуть истерика не случилась. Массачусетская станция была намного лучше. Вообще совсем другое дело. Но поймать её можно было только в ночное время. Отличная молодёжная радиостанция, много хорошей музыки и призабавные письма от радиослушателей. Думаю, они применяли для ретрансляции оборудования станции WRKO или WBZ. А может быть WDOPE, КАНТ или WA6 или какой-нибудь ещё такого класса после того, как там все умерли или просто побросали свои рабочие места. Очень весёлая радиостанция, просто ухохотаться. Помереть со смеху можно. Как раз её мы и слушали, когда шли обратно на пляж. Сьюзи держала меня под руку. Келли и Джон шли впереди. Нидл сплёлся где-то сзади за нашими спинами. Замыкал шествие Кори, размахивая своим радиочемоданом в такт шагам. Стоунс пели свою Энджи. «Ты любишь меня?» То и дело спрашивала меня Сьюзи. «Я просто хочу знать, ты меня любишь?» Она просто нуждалась в том, чтобы я постоянно заверял её в своей любви. Я был для неё плюшевым мишкой, как в одноимённой песенке Элвиса. «Нет», — честно ответил я. «Она уже в те годы была настоящей толстухой, и если она доживёт до старости, в чём я сильно сомневаюсь, то станет настоящей жирной свиньёй. К тому же она была слишком болтлива». «Ты мерзавец!» — прохныкала она, и, вырвав свою руку, закрыла лицо. Её, покрытые лаком ногти, тускло блеснули в свете почти полной луны, поднявшись около часа назад. «Снова реветь будешь?» «Откнись!» — крикнула она, и я понял, что сейчас она точно разревётся. Мы вышли на гребень холма, с которого начинался спуск к пляжу, и я остановился. Я всегда ненадолго останавливался на этом месте, до того, как применили АСХ. Здесь был общественный пляж. Туристы, весёлые компании и семьи, выехавшие на пикник, изгливая малышня, их толстозадые бабули в белых панамах или с шезлонгами, с солнцезащитными козырьками, ну и так далее. Люди на подстилках валялись здесь под ярким солнышком вперемешку с обгрызенными кукурузными початками и конфетными обёртками. Свежий морской воздух был смешан с автомобильными выхлопами и с запахом машинного масла, с находившейся тут же неподалёку стоянки. Но здесь никакой грязи и мусора нет, всё съедено приливом. Всю эту херовню слезнул своим огромным прохладным языком океан. Люди уже не придут сюда и не нагадят здесь снова, как раньше. Если только мы, но от нас немного вреда. Мы любили пляж, очень любили, и не мы ли только что сделали ему жертвоприношение? Даже Сьюзи любила его. Маленькая толстозадая сучка Сьюзи в дурацких раскалешённых брюках клюквенного цвета. Песок был почти безупречно белым и покрытым мелкими ветряными барханчиками, как в пустыне. Только кое-где валялись на нём небольшие спутанные клубки бурых морских водорослей и щепки, принесённые прибоем. Всё кругом было залито ярким лунным светом. Предметы отбрасывали сочные чернильно-чёрные тени с чёткими очертаниями. Высокая спасательная вышка, находившаяся в ярдах в пятидесяти от нас, была совершенно белой в этом свете и походила на какой-то гигантский фантастический скелет, грозно возвышающийся над пляжем. И прибой. Ночной прибой, выбрасывающий на берег пенистые волны вдоль всей береговой линии, насколько хватало глаз. Может быть, эти волны ещё прошлой ночью были где-нибудь у берегов по Англии. «Энджи в исполнении Стоунс!» С потрескиванием объявил диджей с динамикой радиоприёмника. «Свою сегодняшнюю встречу с вами я открыл этой песенкой неспроста, несмотря на то, что ей уже много лет. Ведь настоящее искусство вечно, а это произведение чистое, как говорится, золото. Я Бобби. Сегодня ночью с вами должен был быть Фред, но Фреда подкосил грипп, и он весь буквально-таки опух. Только не волнуйтесь, пожалуйста, дорогие слушатели и особенные слушательницы. С Фредом всё будет в порядке». В этом месте Сьюзи хихикнула сквозь слёзы, а я шагнул наконец к пляжу и быстро зашагал под уклон. «Подождите!» Послышался сзади голос Кори. «Вернись!» «Эй, вернись, подожди!» Ведущий радиостанции безумно кутораторил какие-то забавные четверостишья, а его ассистентка спросила вдруг, куда он поставил пиво. Он что-то ответил ей через плечо, отвернувшись, видимо, от микрофона. Я так и не разобрал, что. Пока не разбирались, где там у них пиво, мы почти дошли до пляжа. Я обернулся, чтобы посмотреть, где Кори. Он, как всегда, плелся сзади, и его походка была настолько потешной, что мне даже стало немного жаль его. «Побежали!» Предложил я Сьюзи. «Зачем?» «Да просто так, потому что я очень люблю побегать», сказал я, шлёпнув её по заднице. Она снова захныкала. Мы побежали. Тяжело пыхтя, как загнанная лошадь, она шлёпнулась в песок где-то у меня за спиной и закричала, чтобы я остановился, но я уже выкинул её из головы. Ветер свистел у меня в ушах и трепал мои волосы. Я вдыхал полной грудью резкий и терпкий запах морской соли. Всё ближе и ближе были слышны тяжёлые удары при бою. Вода была, как чёрное стекло, с резко выделяющимися на нём белыми гребнями пены. Я скинул резиновые шлёпанцы и побежал дальше босиком, не заботясь о том, что могу поранить себе ногу, случайно подвернувшимся под неё осколком какой-нибудь раковины с острыми краями. Кровь просто кипела в моих жилах. Вот я вбежал под навес, где уже был Ниддлс. Келли и Джоан стояли снаружи, держась за руки и глядя на воду. Не останавливаясь, я сделал несколько кувырков через голову, чувствуя, как песок сыплется мне за шиворот, и остановился около Келли. Он вскочил на меня верхом и шлёпнул поляшки, как наездники стягают своих лошадей. Джоан расхохоталась. Вообще, всем было очень весело. Всем, кроме Сьюзи, которая уже не бежала, а еле вылочила ноги. Даже Кори уже почти догнал её. «Небольшой костёрчик», — сказал Келли. «Думаешь, он в самом деле так и приехал из Нью-Йорка, как рассказал нам?» — спросила Джоан. «Не знаю. Лично я не видел никакой разницы в том, так он приехал, как рассказал нам. Или не так, из Нью-Йорка, или откуда-нибудь ещё. Когда мы натолкнулись на него, он сидел за рулём огромного, роскошного Линкольна и что-то бессвязно бормотал, мало чего, по-видимому, понимая. Его голова раздулась до размеров футбольного мяча, а шея, напротив, была тоненькой, как сосиска. На коленях у него лежал путеводитель, почему-то вверх ногами. Видимо, ему было всё равно. Мы вытащили его из машины, связали верёвкой, нашедшейся у него в багажнике, втащили на самый высокий холм около пляжа и сожгли там. Он сказал, что его зовут Элвин Секхейм и всё время, как в бреду, звал свою бабушку. Он даже Сьюзи принял за свою бабушку. Её это очень развеселило. Бог её знает почему. У неё какое-то очень необычное, мягко выражаясь, чувство юмора. Да, вы бы знали, какие странные вещи порой могут рассмешить её. Сжечь его предложил Кори. И это не было шуткой. Учась в колледже, он прочёл массу книг по колдовству и чёрной магии, и отведя нас в темноту за Линкольна, Мелвина Секхэма, он сказал нам с шёпотом, что если мы принесём жертву тёмным силам, то, может быть, духи защитят нас от АСХ. Конечно, никто из нас не поверил сначала во всё это, но постепенно разговор становился всё серьёзнее и серьёзнее. Для нас это было, по меньшей мере, дико. Но, в конце концов, мы решились и сделали это. Мы привязали его к штативу, на котором был раньше наблюдательный бинокль, в который, если опустить десятицентовик, можно было увидеть в ясную погоду практически весь Портланд. Проверив, достаточно ли крепко он привязан, мы разошлись в разные стороны в поисках сухих веток или дров, как дети, играющие в новую игру. Всё это время Элвин Секхэм почти безжизненно болтался там, где мы его оставили, уронив голову на грудь, невнятно бормоча что-то своей воображаемой бабушке. Глаза Сьюзи ярко горели, как у какой-нибудь ведьмы во время шабаша. Грудь сильно вздымалась от учащённого взволнованного дыхания. Всё происходившее ей явно нравилось. Когда в поисках дров мы спустились в небольшую ложбинку за холмом, она подошла ко мне и, обняв, крепко поцеловала в губы. Её губы были покрыты толстым слоем помады, и поэтому её поцелуй был похож скорее на прикосновение чего-то очень жирного и сального с приторным слащавым запахом. Я с очень недовольным видом оттолкнул её в сторону, и она начала с тех пор дуться на меня. Набрав достаточное количество сухих веток и досок, мы вернулись наверх и обложили имя Элвина Секхейма до пояса. Нидл скрутанул колёсико своего Зиппо, и костёр стал быстро разгораться, даже бумаги не понадобилось. Секхейм закричал почему-то только после того, как огонь коснулся волос на его голове. Запах поплыл, как от свежеприготовленной китайской свинины. «Дай мне сигарету, Берни!» – попросил Нидлс. «Сзади тебя, в машине, у заднего стекла пачек, наверное, 15 валяется». Проговорил он с какой-то странной улыбкой и прихлопнул комара на руке. Я дал ему сигарету и присел на песок. Мы с Сьюзи встретили Нидлза в Портленде. Он сидел на бордюре перед зданием театра и играл Лидл Белли на старой большой гибсоновской гитаре. Гитара была настолько дорогой, что у нас почему-то не возникло никаких сомнений в том, что он просто стащил её где-нибудь. Звуки гитары неслись вдоль всей Конгресс-стрит, как будто он играл в концертном зале. Сьюзи наконец добрела до навеса, всё ещё не в силах отдышаться от того, что пробежала несколько метров. «Ты мерзавец, Берни!» пропыхтела она, оплюхнувшись в песок. «Ну, Сьюзи, давай-ка смени пластинку, это у тебя что-то совсем заедает». «Подонок, сукин сын, безмозглый баран!» «Исчезни», тихо сказал я, «или в глаз получишь. Сомневаешься?» Она снова заплакала. Нюни она распускать любила. Может быть, даже больше всего на свете. К этому времени подошёл Кори. Он попытался успокоить её, положил ей руку на плечо, но получил в ответ сильный удар локтем прямо между ног. Прошипев сквозь зубы какое-то самое сильное, наверное, его ругательство, он скрючился и отошёл в сторону. И в конце концов, красноречиво плюнул в её сторону. «Я убью тебя!» Звизгнула она и бросилась вдруг на него, молотя по воздуху руками, как двумя пропеллерами. Кори от удивления несколько раз хлопнул глазами и, чуть не упав, бросился на утёк, держась руками за свой самый важный орган. Разъярённая Сьюзи не слать за ним вовсю прыть, припотешно тряся своим жирным задом, истерично выкрикивая самые разнообразные ругательства и проклятия. Нидлз запрокинул голову и громко расхохотался. Шум прибоя почти заглушал звуки радиоприёмника. Келли и Джоан куда-то исчезли. Повертев головой, я увидел, что они ушли уже далеко вдоль берега по самой кромке воды. Идут себе в обнимочку и не видят всего этого цирка. Они выглядели так, как будто только что сошли с рекламного плаката какого-нибудь туристического агентства. «Посетите удивительную Сейнт-Лорку!» Ну, прямо точь-в-точь. Они действительно здорово смотрелись, просто позавидовать можно. «Берни!» «Что?» отозвался я. Я как раз вспоминал в тот момент, как Нидлз чиркнул своей зажигалкой и поднёс огонёк к сухим веткам у ног того бедняги. Совсем как средневековый палач во времена Инквизиции или какой-нибудь звероподобный неандерталец. «У меня начинается», тихо проговорил он. «Да?» Я быстро посмотрел на него. «Ты уверен?» «Конечно уверен!» Голова болит, желудок, мочеиспускание тоже болезненное. «Может, это просто гонконгский грипп?» У Сьюзи он уже был и прошёл. «Правда, с осложнением на мозг», – усмехнулся я. «Это было ещё в университете. Где-то за неделю до его закрытия и приблизительно за месяц до того, как человеческие тела начали вывозить за город грузовиками и закапывать в огромные могилы с помощью экскаваторов и бульдозеров. «Смотри», – сказал он и, широко раскрыв рот, зажёг перед ним зажигалку, чтобы было виднее. Я приподнялся и отчётливо разглядел первые грязно-серые пятна на его языке и слизистый горло. Первые признаки опухания. «Да, это был Эйс Икс, никаких сомнений». «Действительно», – констатировал я и без того очевидный факт. «Но я не так уж плохо себя вообще-то чувствую», – сказал он. «По крайней мере, внушаю себе это и не раскисаю». «Признайся, ты ведь очень много и часто о нём думаешь». «Вовсе нет», – соврал я. «Думаешь, как и тот парень. Ты тоже думаешь об этом, мне можешь не рассказывать. А что касается того бедолаги, то я считаю, мы даже лучше ему сделали. А он даже и не понял, наверное, ничего». «Понял? Неважно». Пожал он плечами и повернулся к морю. Мы молча курили и смотрели на волны с шумом, выкатывающейся на песок и с шипением, скатывающейся обратно. Всё-таки это не миновало Ниддлза. Я сразу стал воспринимать всё окружающее как-то по-другому. Был уже конец августа, через пару недель уже, может быть, начнутся первые заморозки. Самое время перебраться куда-нибудь потеплее, под хорошую крышу с тёплым очагом. Зима. К Рождеству, может быть, никого из нас уже не останется в живых. Может быть, все мы будем лежать и разлагаться в какой-нибудь гостиной чьего-то заброшенного дома. А приёмник кори будет ещё какое-то время продолжать тихо работать, стоя на журнальном столике или книжной полке, если радиостанции к тому времени будут ещё работать. Через никому не нужные уже занавески будет пробиваться слабый зимний свет. Моё воображение нарисовало всё это настолько ярко и явственно, что я передёрнул плечами. Не стоит думать о зиме в августе. — Вот, видишь? — рассмеялся Ниддлс. — Ты думаешь об этом. Что я мог ему возразить? Я только поднялся на ноги и сказал. — Пойду поищу Сьюзи. — Может быть. Мы последние люди на Земле, Берни. Ты не думал ещё об этом? В бледном лунном свете он сам выглядел наполовину покойником. Чёрные круги под глазами на осуневшемся лице с обострёнными чертами. Мёртвенно-бледные тонкие пальцы, как кости. Я подошёл к воде и пристально посмотрел вдоль прибрежной линии в одну и в другую стороны. Но не увидел ничего, кроме пустынного пляжа и чёрных волн с аккуратными белыми гребешками пены. Шум прибоя превратился уже в настоящий грохот, который сотрясал, казалось, всю Землю. Я закрыл глаза и ввинтился в песок голыми пятками. Песок был прохладным, влажным и очень плотным. А если мы действительно последние люди на Земле, тогда что? Оставалось надеяться только на то, что к утру мои мысли будут не такими мрачными. Тут я увидел Сьюзи Кори. Сьюзи восседала на Кори, как на диком мустанге, брыкающемся, возмущённо трясущим головой и разбрызгивающем пену. Оба были мокрыми от пота. Я неспеша подошёл к ним и столкнул её с бедного Кори ногой. Освобождённый Кори быстро вскочил с четверенника и отбежал в сторону. «Я ненавижу тебя!» Зарала Сьюзи, разинув при этом свою пасть так, как будто хотела проглотить меня. Пасть эта была как вход в комнату смеха. Когда я был малышом, мама часто водила меня в Гаррисоновский парк, где была очень любима мною комната смеха с кривыми зеркалами. На фасаде этого здания, вокруг входной двери, было нарисовано огромное лицо весело смеющегося клоуна. А дверь была как раз как бы его ртом. «Ну давай вставай!» Протянул я ей руку. Она недоверчиво взялась за неё и поднялась. Вся она была в налипшем на мокрую одежду и кожу песке. «Как? Как ты посмел ударить меня? Как ты мог?» «Да ну тебя!» Попытался я оборвать её. Но остановить её просто так, как проигрыватель, было невозможно, пока это само ей не надоедало. Мы медленно побрели по песку к остальной компании. Они уже подходили к небольшому домику недалеко от пляжа. В нём, конечно, никого не было. В домике было всего четыре кровати, причём одна из них двухспальная. Но для одного из нас места всё равно не хватало. Ниддлс великодушно объявил, что будет спать на полу. Его, похоже, начинало одолевать безразличие ко всему. В домике, кроме жилых помещений, находившихся на верхнем этаже, была ещё и небольшая лавка, располагавшаяся внизу. Всё было покрыто уже довольно заметным слоем пыли. Решив посмотреть, что нам может пригодиться, я спустился в лавку. На полках лежало множество хлопчат и бумажных футболок с надписью «Ансон Бич» и трёхцветным морским пейзажем на груди. Дешёвые медные браслеты, которые сияют, как золотые при покупке, но начинают зеленеть уже на следующий день. Яркие и тоже дешёвые серёжки из какого-то светлого металла. Влебольные мечи. Безвкусно разукрашенные фарфоровые статуэтки, изображающие Мадонну с младенцем. Полиэтиленовые пакеты с забавной надписью. «Вот жена, купил тебе подарок». «Бенгальский огник 4 июля», который, похоже, никто и никогда праздновать уже не будет. «Пляжные полотенца» и покрывало с изображениями роскошных девиц в бикини в окружении названий различных знаменитых курортов, среди которых ярче всего виднелась, конечно, надпись «Ансон Бич». Воздушные шарики, женские купальники и мужские плавки, чуть ли не всех оттенков радуги и прочая ерунда. По всему полу были разбросаны чьи-то визитные карточки, в углу был небольшой бар с зазывающей вывеской «Отведайте наших устриц». Я часто приезжал в «Ансон Бич», когда учился в высшей школе. Последний раз это было... За семь лет до АСХ я приезжал тогда с девушкой по имени Морин. Это была высокая и очень красивая девушка. Чаще всего она надевала на пляж свой любимый купальник розовый. А я шутил по этому поводу, что купальника совсем не видно, а если приглядеться, то выглядит он как нижнее белье. Мы любили выходить на дощатый причал и подолгу смотреть на океан, забитый лучами яркого солнца. Под босыми ногами доски причала были почти нестерпимо горячими, но нам это все равно очень нравилось, и мы так ни разу и не отведали их устриц. Что ты там высматриваешь? Да так, просто смотрю, что может пригодиться. Ночью мне приснился кошмарный сон с участием Элвина Секхейма, и я проснулся весь в холодном поту. Он сидел за рулем своего сверкающего желтого линкольна и, уставившись куда-то в пространство, стекленевшими глазами о чем-то разговаривал со своей бабушкой. Но страшным было не это. Самым страшным было то, что это был не просто Элвин Секхейм, это был обгоревший, зловонный труп Элвина Секхейма. Он все говорил и говорил, а я все никак не мог проснуться и чуть не задохнулся во сне от жуткого зловония, исходившего от него. Сьюзи спала совершенно спокойно, неуклюже раскидав во сне ноги. На моих часах было без десяти четыре утра, но они остановились. На улице было еще темно, на море было сильное волнение, волны разбивались о берег с невероятным грохотом. Я вылез из постели, подошел к балконной двери и распахнул ее. Мое разгоряченное тело приятно обдуло прохладным свежим ветром с моря. Все-таки, несмотря ни на что, я не хотел умирать. Я спустился в лавку и нашел там, подсвечивая себе огоньком зажигалки, четыре упаковки пива БАТ и несколько больших картонных коробок с самыми разнообразными сигаретами. Пиво было теплым, поскольку электричества не было и холодильник поэтому не работал. Я не отношусь к любителям теплого пива. Пиво есть пиво, а настоящее пиво должно быть холодным. Выбирать, однако, не приходилось. Я взял пачку сигарет и, выйдя на крыльцо, уселся на каменные ступеньки. Открыв банку, я сделал несколько больших глотков. Ветер с океана уже почти высушил мою кожу от противного липкого пота. И я почувствовал, как начинаю сходить с ума от мысли о том, что я сижу вот здесь и пью пиво. А практически все остальное человечество уже погибло, уничтожено. Не ядерным или каким-нибудь биологическим оружием. Просто грипп. У меня появилось желание поставить огромную мемориальную доску в память о себе где-нибудь на Банельвильском соленом озере, например. Из бронзы. И чтобы ее хорошо было видно издалека. И большими буквами на ней. Просто грипп. Я швырнул пустую банку в левую сторону от крыльца. Она пусто звякнула о бетон и закатилась за угол здания. Невдалеке на пляже черным треугольником темнел навес, под которым мы вчера стояли. Я подумал о том, как хорошо было бы, если б Нидлс тоже проснулся сейчас и спустился ко мне. Берни? Она стояла в дверях, накинув на себя мою рубашку. Ненавижу, когда кто-нибудь надевает мои вещи. К тому же от нее воняло, как от свиньи. Ты больше не любишь меня, да, Берни? Я ничего не ответил ей. Бывают моменты, когда я чувствую какое-то вселенское сострадание, буквально ко всему, что окружает меня. Сейчас мне было очень жаль ее, хотя она этого совершенно не заслуживала. Можно посидеть с тобой? Вряд ли мы здесь вместе поместимся. Она обиженно шмыгнула носом и повернулась, чтобы уйти. «Нидос», — подцепил «Эй-Сэкс», — тихо сказал я. Она остановилась и посмотрела на меня. Ее лицо было совершенно спокойным. Не лицо даже, а какая-то совершенно тупая физиономия. Не шути так, Берни. Я молча закурил сигарету. Не может быть. Он же... у него же... Да, у него не было «Эй-Ту», гонконгского гриппа, как у тебя, у меня, у Кори, у Джоан, как у всех, одним словом. Ну, значит, у него нет... Иммунитета против «Эй-Сэкс», — закончил я за нее. Может, мы тоже все-таки можем заразиться и от него? Вряд ли, но это не исключено. Получается, он просто наврал нам, что перенес «Эй-Ту», чтобы мы взяли его с собой тогда. «Да», — задумчиво проговорил я. «Конечно, наврал», — вздохнула она. «Я бы тоже так поступила на его месте. Никто ведь не хочет оставаться один. Пойдем, может быть, спать?» «Нет, я посижу еще». Она ушла в дом. Я мог и не говорить ей о том, что «Эй-Ту» не дает практически никаких гарантий против «Эй-Сэкс». Она сама прекрасно знала об этом. Я сидел и смотрел на прибой. Несколько лет назад Энсон был одним из главных центров серфингистов в Америке. Вдалеке я увидел какую-то высокую вышку, типа наблюдательной. Через несколько мгновений она как-то пропала. Не знаю. Может быть, ее просто стало не видно, а может быть, она просто померещилась мне. Иногда Келли так мерещится. Или кто-нибудь, или что-нибудь еще. Последнее время они, кстати, пристрастились отделяться от всей остальной компании и бродить вместе по окрестным холмам, горам или по пляжу. Вот и сейчас их наверняка нет наверху. Я спрятал лицо в ладони и силой сжал его, чувствуя руками каждую образовавшуюся напряженную морщинку. А волны все обрушивались на песок и откатывались, обрушивались и откатывались, обрушивались и откатывались. Бесконечно. Мы приехали сюда летом, я и Морин. Первое лето после окончания высшей школы и перед поступлением в колледж, задолго до того, как A6 пополз из Юго-Восточной Азии и постепенно накрыл весь земной шар черным покрывалом смерти. Мы ели пиццу, слушали радио и втирали друг другу в спину масло для загара. Стояла замечательная погода, яркое солнце, ослепительно белый песок и пронзительно голубой океан. С любовью и уважением к слушателю Читал Костя Суханов Читал Костя Суханов Читал Костя Суханов Читал Костя Суханов Продолжение следует...